Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами PocketRacer 7.2.2.7. Для этого нам нужен сам PocketRacer, здесь у нас свободное время и хорошее настроение, чтобы точно все получилось. Для этого переходим в наш учебник и скачиваем PKA-файлик, а также инструкцию к нему. Нажал по ссылке и нажал кнопочку «Скачать», и потом сохранил нужную нам папку. Мы можем посмотреть уже, что у нас за задание будет. Оно небольшое, и думаю, мы с вами быстренько справимся. Открываем PKA-файлик, нужно подождать, пока он откроется, это занимает буквально несколько секунд. И сейчас мы сможем с вами выполнять наше задание. Вот, ну, видимо, он открывается. Иногда это бывает немного дальше, нужно просто подождать, и все будет работать. Здесь нужно ввести ваше имя, также ввести email, и обязательно дополнительную информацию, то есть номер вашей группы. И нажать «Ок» и «Подтвердить». И сейчас наше задание перезагрузится. Вот оно, и мы сможем начать выполнять. Я открою окно немного больше и закреплю вверху, чтобы оно не сворачивалось. И приступаем. Что нам нужно сегодня сделать? Нам нужно настроить статическую IP в I4-адресацию и проверить записи DNS. Для этого нам нужно открыть Inject, это принтер. В нем открыть вкладку «Конфиг» и назначить статический адрес шлюза с таким вот IP. Копируем. Статик. И сюда нужно вставить этот адрес. И адрес DNS сервера у нас вот такой вот. Копируем. Также вставляем. Мы сегодня будем разбираться только с IP в I4, так что IP в I6 мы не трогаем. Далее переключаемся в Fast Ethernet 0. Вот он. И здесь нам нужно назначить интерфейсу статический IP-адрес. С вот таким вот значением. Мы его копируем в статический. Вставляем. И маска у нас стандартная. И она уже автоматически заполнилась. И также IP в I6 мы не трогаем. Далее нам нужно это закрыть и открыть маршрутизатор. Вот он. Далее переходим в графический интерфейс. Вот он. И здесь нам нужно будет настроить некоторые параметры. К примеру, нам нужно изменить IP-адрес на вот такой вот. 192, 168, здесь 0 и 1. Вот так. Далее нам нужно указать маску под сети. 255, 255, 255, 0. Так. Смотрим дальше. Нам нужно включить DNS-сервер. Нажал на Enable. И далее статический DNS-адрес. И причем первый. Вот он. Здесь нужно указать 64. Далее нужно указать 100. Так как нам нужно надеяться по клеточках, нам скопировать не выйдет. Но думаю, ввести это вручную не будет проблемой. Далее нам нужно прокрутить страничку вниз и нажать кнопочку Save Settings. Вот мы это сохранили. И мы можем закрывать наш маршрутизатор. Далее нам нужно запросить адрес по DNS для домашнего ноутбука. Для этого нам нужно щелкнуть на Home лэптоп. Открыть вкладку Desktop. Вот она. И выбрать раздел IP конфигурации. И нажать на DNS. И он должен автоматически у нас заполниться. Вот. Значит мы сделали все правильно. И DNS у нас работает. Нужно закрыть окно конфигурации и настройки. Далее нам нужно запросить адрес по DNS для планшета. Открываем наш планшет или таблет. Далее посмотрим, у нас даже есть картинка планшета. Открываем вкладку Desktop. И также IP конфигурация. И также нужно настроить статический DNS. Вот он уже тоже настроен. Закрываем. Теперь нам нужно проверить наличие доступа к веб-сайтам. Для этого открываем наш опять же таки таблет. Вот он. Здесь нам нужно открыть веб-браузер. И в поле URL ввести наш IP. Ctrl-C, Ctrl-V, Call. И подождать. И как вы видите у нас открылся центральный сервер. И если мы введем вот этот IP, то у нас откроется бранч-сервер. Что мы как раз и проверим. Да, открылся. Здесь мы даже можем перейти по ссылкам. Они работают. Далее. Нам нужно закрыть и открыть снова веб-браузер. И проверить имена этих сайтов. Думаю вы это сможете сделать сами. Это довольно таки просто. А мы двигаемся дальше. Нам нужно настроить сервер в Famous DNS.pk с помощью записей для бранч-сервера. и центра серверов. Для этого нам нужно щелкнуть кнопка интернет. У нас появится новая сеть. Здесь есть два сервера. Netocad и Famous. Открываем Famous. Открываем. Заходим в сервисы. И в сервисах нам нужно выбрать раздел DNS. Вот он. И здесь нам нужно добавить следующие записи ресурсов. Имя. У нас вот такой вот. Ctrl-C, Ctrl-V. И адрес у нас 1010102. Ctrl-C, Ctrl-V. И нажимаем кнопочку добавить. Также нам нужно это повторить с другим сервером. Ctrl-C, Ctrl-V. Копируем. Ctrl-V. И добавить. Все. У нас уже все добавлено. Закрываем. И как вы можете видеть, у нас уже 100 и 100%. Так же здесь вам предлагают проверить, могут ли наши компьютеры использовать DNS. Я это советую сделать вам самим, чтобы еще больше отпрактиковать ваши навыки. А мы это делать не будем. И вот можем вернуться к нашу предыдущую сеть. И как вы видите, у нас все работает. И поэтому я с вами прощаюсь. И пока. Продолжение следует.